Все клады земли, все тайны жизни всех живых существ, все это приходит к тому человеку, который поворачивается к Богу своим лицом. И радость необыкновенная наступает в этот момент в человеке. Мало того, что он обретает знания прошлого и будущего, и знания всех птиц, живых существ, деревьев, он начинает видеть, что деревья — это не просто какие-то объекты, это живые существа, это такие же души, как мы, но они попали в тело дерева, потому что они решили отдохнуть от жизни. Живые существа, которые устают от жизни, они отдыхают от жизни в телах, в которых можно спать. Видите, дерево, оно спит. Даже ветку ломаешь, оно не реагирует никак, оно спит. Оно спит, оно во сне. Один грузин продавал живую рыбу. Мне грузин рассказал этот анекдот. Говорит, грузин продает живую рыбу. Другой грузин к ним подходит, говорит, почем живая рыба? Вот он назвал ценную. Этот говорит, а что она у тебя не двигается, живая рыба твоя? Потому что спит. Вот, он взял ее, понюхал, говорит, а что она у тебя воняет? А ты когда спишь, себя контролируешь? Видите, то есть рыба, она другую природу имеет, не как дерево, да? Живая рыба означает, что она плавает. Она активно плавает. Даже когда спит, она плавниками двигает. Но дерево, оно не двигается. Оно двигается очень медленно, растет, да? Оно спит. Веда описывает, что живые существа, души могут жить в разных телах, в зависимости от потребностей. Первая форма жизни – это сон без сновидений. Это жизнь в теле дерева. Потом дальше, следующая форма жизни – это жизнь со сновидениями в теле животных. Собаки иногда, видя свое отражение в воде, начинают гавкать на него. Они думают, что это другая собака. Они даже себя не осознают, понимаете, по факту. Мы когда отражение видим свое в зеркале, как мы относимся к нему? Я изучал одну тему, какая съемка людям нравится, а какая нет. Я заметил, что если человек видит, что его снимают, ему эта съемка нравится. Он определенным образом себя ведет. Но когда он не видит, когда его снимают, ему не нравится эта съемка. Когда человек просто разговаривает, у него одно лицо. Когда он поворачивается к зеркалу, у него совсем другое лицо. И он не знает, как на него смотрят другие люди, когда он не на зеркало смотрит. Он себя не знает глазами других людей часто. Видите? Человек себя осознает. Но животное нет. Но тем не менее, мы можем видеть, что енотики, у них очень симпатичная разукраска лица такая. У бабочек очень цветное, красивое тело. Вот собачки, они тоже такие все очень пушистые. И кошечки мягенькие такие. Кто это их такими делает? Непонятно. Да? Кто-то их так разукрашивает, да? Всех этих таких вот животных. Хотя они сами себя не осознают. Это сон со сновидениями. Жизнь во сне со сновидений. Жизнь животного. А у человека пробуждающееся сознание. Пробуждающееся значит то, что он уже чувствует, что он не умрет. Например, человек думает, что он завтра не умрет. Кто планирует завтра умирать? Поднимите руку. Ну, никто не знает, что завтра будет, да? Но мы уже точно знаем, что завтра я не умру. И послезавтра тоже. Ну, 10 лет точно не помру. А может быть и 20. Да? Человек чувствует себя вечным. Он чувствует себя вечным, поэтому он не доверяет, что скоро оставлять тело. Хотя придется каждому из нас. Итак, у человека пробуждающееся сознание. Он еще не знает, что происходит в этом мире. Он не знает, что смерть забирает жизнь, не спрашивая разрешения у нас. Приходит время, и жизнь рушится. Приходят неизлечимые заболевания. Мы об этом не знаем еще. Мы верим в будущее свое. Да? Самая лучшая песня не спета, самая лучшая девушка, где ты? Все еще впереди, все еще впереди. Ла-ла-ла-лай, ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла. Так мы воспринимаем свою жизнь. Нам она нравится, думают, что все нормально будет. А впереди, что там будет? Мы стареть будем постепенно. Потом. И все. Следующая жизнь, да? Человек об этом не знает. У него пробуждающееся сознание. Но есть люди, у которых пробудившееся сознание. Они точно знают, что надо жить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Обычные люди чем живут? Своими желаниями. А мудрые люди, они живут радостью совершенной. Они ищут совершенную радость в жизни, а не просто радость. Ведь радость бывает разная. Разные силы счастья может прийти в нашу жизнь, в зависимости от того, как мы понимаем смысл своей жизни. Итак, когда душа поворачивается лицом к Богу, то она забывает про радости этого мира. Потому что то, что она видит, глядя на Бога, словами описать невозможно. И пройдя еще немного, Франциск опять позвал брата Льва и спросил ему, «Запиши еще, что если бы мы были такими проповедниками, что обратили бы вы всех людей веру в Бога, запиши, что в этом не было бы радости совершенно». Итак, душа уже насмотрелась на Бога. Она уже почувствовала, она все узнала уже от Него. Она почувствовала уже радость совершенную от Него. Но этого недостаточно. Душа не может удовлетвориться тем, что она имеет. Поэтому душа начинает благодарной быть Богу и начинает Ему служить. Вот это состояние, в котором душа служит Богу, оно передается другим, как инфекция передается во время чумы. Человек, который чувствует вот эту силу служения Богу, его жизнь вся переворачивается. Он хочет жить по-другому. Ему надоела вот эта вот жизнь, в которой он живет сейчас. И такой человек испытывает радость совершенную от своей жизни. Но святой Франциск знал еще более совершенную радость. Необыкновенно, да? Что это за человек такой? Тогда брат Флевт очень удивился и сказал Франциску, «В чем же, брат Франциск, радость-то совершенная?» И Франциск отвечал, «А вот в чем? В том, если, когда мы придем в порцию анкюль, грязные, мокрые, окоченелые от холода и голодные, и попросимся пустить нас. А привратник скажет нам, что вы, бродяги, шатаетесь по свету, соблазняете народ, крадете милостыню бедных людей, убирайтесь отсюда и не ответит нам. Если мы тогда не обидимся и со смирением, и любовью подумаем, что привратник прав, что сам Бог внушил ему так поступать с нами, и мокрые, и холодные, и голодные, пробудем в снегу и в воде до утра без ропота на привратника, тогда, брат Лев, только тогда будет радость совершенная». Подтверждение, видите? Господь подтверждает нам и сердце. Итак, немножко другая трактовка, есть вот этого окончания, что привратник, когда побьет нас, и мы не обидимся на него за это, и когда мы под деревом ляжем и будем радоваться тому, что Бог нам дал дерево на этом мокрой земле, и будем радоваться мокрой земле, и тому, что Он дает нам испытания, вот тогда будет радость совершенная. И так совершенную радость испытывает тот человек, который настолько глубоко настроен служить Богу, что он готов от Бога принять все, что тот ему даст в своей жизни. Вот тогда человек достигает радости совершенно. Часто человек испытывает стресс. И что такое стресс? Стресс – это состояние, в котором человек не может принять то, что с ним произошло. Допустим, женщину бросили, у нее остался один ребенок, муж ушел, и она хочет его вернуть назад, она не хочет одна жить, она очень сильно страдает, находится в стрессе. И она постоянно не спит ночами и думает, что же делать, как же быть, что же делать, чтобы он вернулся. И почему она думает? В чем причина? Почему человек в стрессе находится? А? Надеется, что что-то изменится, потому что он хочет понять, как жить. Сначала он надеется, потом он уже не надеется и думает, что дальше делать. Он хочет понять, как жить. Он ищет счастье, он один плод клюет, второй, третий, четвертый в своем уме, пытается найти, где же, где же в этой жизни возможность, чтобы было спокойно. И такой человек никогда не найдет. Он будет в стрессе дальше находиться и дальше, пока он не начнет молиться, не повернется к голосу совести и не скажет, я хочу принять то, что ты даешь мне. Спасибо тебе за то, что ты учишь меня, Господь. Я даже не знаю, я настолько неверная душа, что я даже не знаю, за что ты меня учишь. Но мне уже сказали, что есть за что. И я в это верю. Потому что знание человека начинается со стороны. Сначала человек чуть-чуть узнает о себе. А потом все больше и больше. И потом душа уже узнает, что это действительно стоит того, чтобы принять от Бога то, что Он нам дает. Потому что радость совершенная приходит в жизнь немедленно. Когда человек говорит себе, я достоин только этого, «Мне только Бог, дай силы принять. Дай мне силы принять. У меня нет силы. Я хочу принять от тебя судьбу. Вот то, что ты меня даешь в жизни, я хочу это принять. Дай мне силы». Настроен так человек. И радость приходит в сердце совершенно немедленно. Потому что, когда человек хочет жить так, как Бог хочет, по его желанию, не по своему, тогда человек реально счастлив. А не тогда, когда он живет только по своему желанию. Кто-то из вас справился со стрессом сейчас? Есть такие? У кого-то в сердце появилось чувство, что все хорошо теперь? У будильника появилось. Ни у кого не появилось, но у телефона появилось. Сверхдуша говорит, у меня все хорошо. Спасибо тебе за такие слова. Все выключите свои мобильные телефоны. Сверхдуша должна через сердце теперь говорить, а не через телефон. Давайте выключаем, а то зазвенит ваша именно. И будет неудобно уже. Лев Толстой также любил изучать труды Джона Резкина или Раскина, или Резкина. По-разному можно переводить. Но так или иначе, он родился 20 января 1900 году в Бернтвудде. Это английский писатель, художник, теоретик искусства и так далее. Поэт, литературный критик, серьезный ученый. Ну, много всяких ученых, серьезных писателей, поэтов. Но почему именно его привел Лев Толстой в своих вот этих вот дневниках. Мы сейчас с вами будем это изучать. Итак, высказывание по поводу радости совершенной или счастья Джона Резкина. Одно мы знаем или можем знать, если захотим, а именно, что сердце и совесть человека божественны. одно мы можем знать, знаем или можем знать или захотим знать. Разное состояние познания сверхдуши. Знаем означает, уже живет человек по совести. Он не хочет поступать по-другому. Можем знать, нам кто-то сказал. Можем знать, а можем не знать. Олег Геннадьевич сказал, мы можем знать, а можем не знать. В зависимости от того, как услышим. или захотим узнать, захотим услышать когда-нибудь, что есть сверхдуша, что сердце и совесть человека божественны. То есть, сам человек божественен и совесть человека божественна. Означает, на дереве тела живет две птицы. Одна душа, другая сверхдуша. Видите, Резкин не читал ведические знания. Откуда он это знает? Он из сердца об этом узнал. Удивительный человек. Что в отрицании зла и признании добра человек сам является воплощенным божеством. Что это значит? Это значит, что я Бог? Нет. Это значит, что я имею божественную природу. Веды говорят, что душа, она такая же, как Бог, но маленькая. Она частичка Бога. В ней есть божественная сила, потому что она чувствует добро. То, что идет к Богу, стремится к честности, бескорыстию, честности, это добро. А то, что к эгоизму стремится и к защите самого себя, и к желанию себе счастья, это является злом. Что радость человека в любви другим, его страдания в гневе и нелюбви в другим, его негодование при виде несправедливости, его слава в самопожертвовании являются вечными атрибутами души, вечными и неоспоримыми доказательствами его единства с Верховным Господом. Итак, смотрите, у человека вечно существует радость от того, что он отдает себя другим, страдания от того, что он критикует других, негодование при виде того, что ведет кто-то живет неправильно, славу человек получает, если он жертвует свою жизнь на благо других. И все это вечно и всегда будет существовать в людях как доказательство того, что мы такие же, как Господь, но маленькие. Мы отражение Господа, мы души, мы частички Бога, которые нуждаются в божественной силе. Мы нуждаемся не в том, что я самая красивая, а в том, что Бог мне дал красоту. А если Бог мне дал красоту для чего? Чтоб я наслаждалась этой красотой или служила другим людям? Если я наслаждаюсь красотой, я всегда страдаю, потому что наслаждаюсь красотой своей всегда приношу всем страдания. А когда я своей красотой всем служу, тогда все счастливы от меня. Но для того, чтобы служить своей красотой, надо понять, что не моя эта красота, Бог мне ее дал для чего-то. Видите? Что в этом, а не в телесных преимуществах, не в телесных преимуществах я красивее, а она некрасивее. Не родись красивой, а родись счастливой. Не в телесных преимуществах и не в большем разнообразии этих преимуществ. У меня больше машины, а у тебя меньше. И инстинктов. А он сам является властелином всех этих преимуществ. От него все это исходит. И он господствует на более низшем миром, в котором мы живем. Поскольку он отрицает или нарушает веление сердца и совести. Поскольку он имеет право нас бесчестить. Из-за того, что мы бесчестим имя Небесного Отца Своего, а не светим Своего Его имя на земле. И поскольку мы следуем правилам жизни и светим Отца Своего, мы получаем все счастье и всю славу от полноты Его власти. Ровно настолько, насколько мы живем для себя, мы получаем страдания. Ровно настолько, насколько мы по законам Бога живем, мы получаем счастье в этом мире. Но кажется, что все наоборот. Потому что есть три типа счастья, веды говорят. Счастье в неведении, когда человек просто бухает, просто наркотики употребляет, просто занимается безмерно сексом. И думает, что он живет классно, у него все хорошо. Такой человек находится в невежестве. Потому что он постоянно страдает, не понимая, что он может жить в тысячу раз лучше и счастливее. Если он будет жить правильно. Это счастье в невежестве. Когда человек постоянно гонится за деньгами, за славой, за властью в этом мире. Когда человек постоянно находится в диком напряжении для того, чтобы всего этого достичь. И в конце концов рушит свое здоровье. Такое счастье находится счастьем в страсти. И когда человек изучает, как правильно жить и живет в совести. Он испытывает глубокое, необыкновенное счастье в своей жизни. Такой человек живет в благости. Благость означает контакт с Богом. Но есть еще четвертый уровень счастья. Когда человек только для Бога живет и ничего вообще для себя делать не хочет. Такой человек называется слугой Бога. И счастье бесконечное такой человек получает в своей жизни. И в этой жизни уже осознает, что он вечный, что он глубокий, что он может победить свою судьбу. И полноту, славы и власти божественной он достигает уже в этой жизни. Искорка может сиять очень сильно. Очень сильно. Гораздо сильнее, чем она даже может себе представить. Видите, не просто писатель этот человек. Буддийская мудрость. Дальше движемся. Наша жизнь – следствие наших мыслей. Веды объясняют, что тонкое психическое тело человека – это тело, в котором находится карма. Есть грубое тело. Допустим, мне руку отрезали, у меня карма меньше стала. Грубого тела меньше стало, карма меньше. Надо, значит, еще все поотрезать, и будет вообще меньше кармы. Так? Нет. В грубом теле карма не находится. Хоть отрезай руку, хоть не отрезай, жизнь от этого легче не станет. Карма находится в уме человека. Тонкое тело – линго-шарирам, то есть это санскритское значение тонкого тела, или энергия ума, энергия мысли. Она является силой судьбы. Внутри ума человека находится карма, то есть судьба, сила, которая разрушает нашу жизнь. Карма, сказала ворона и съела червячка. Заяц бежит от волка, убегает и молится Богу. Господи, сделай его верующим, сделай его верующим, чтобы у него совесть появилась, сделай его верующим. И Господь делает волка верующим, и волк бежит за зайцем и молится. Спасибо тебе, Господи, за хлеб мой насущный. Так карма находится в сердце, даже у зайца. Хоть душа в пятки ушла, да? Душа, кстати, в пятки не уходит. Веды говорят, что она сидит всегда вот на одном месте в теле, в области сердца, неподвижно. В пятки уходит страх. Итак, Веды говорят, что ум человека по-другому, тонкое тело ума называется телом желаний. То есть там копится желание человека, и они потом рождают новую жизнь. Например, если человек все время хочет отдохнуть в своей жизни, и он постоянно ленится, ему хочется отдыхать, его все задолбали, ему хочется спокойной жизни, все надоело, от всего устал, и так постоянно он живет в таком состоянии, то в следующей жизни он родится в теле дерева, отдохнет лет 300. Постоит, отдохнет, и в следующей жизни, как он уже отдохнул, он попадет уже в другое тело, в котором другие желания будут. Если, допустим, человек хочет сексом позаниматься, ему постоянно секса не хватает в жизни, то можно попасть в те... В человеческом теле секс такой тяжелый. Постоянная несовместимость какая-то, что-то не так. Вот в теле обезьяны, пожалуйста, пять раз в день по часу секс без проблем, не тяжелый. Потому что у обезьяны очень много энергии идет в эти органы, и там все работает нормально, циркулирует, функциклирует все нормально, и в результате секс хороший, здоровый такой. Я в Индии видел, как обезьяны сексом занимаются, очень весело. Гораздо интереснее, чем у человека все получать. Больше эмоций. Мы отдыхаем по сравнению с ними. Итак, если сексом хочешь заниматься, тело обезьяны. Следующая жизнь. Но занимаешься сексом, потом думай, что тебе дальше надо. Высоцкий об этом пел, да? А если туп, как дерево, родишься баобабом, а если жил свиньей, останешься свиньёю. Проповедовал нам хорошую религию. Придумали индусы, когда, отдав концы, не умираешь насовсем. Движемся дальше. Наша жизнь – следствие наших мыслей. Она рождается в сердце. Мы живем в сердце. Там душа находится. Она исходит из наших мыслей. Там находятся мысли та же. В сердце. Сердце, тебе не хочется покоя. Сердце, как хорошо на свете жить. Сердце, как хорошо, что ты такое. Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить. Да? Сердце, то есть. Или «Мозги, тебе не хочется покоя». Или сердце все-таки. Сердце. Душа находится в сердце. Мысли рождаются в сердце. Потом идут в мозги. Там начинается. Все в сердце начинается. Помните «Маугли» мультфильм? «Маугли» спрашивает у змея, мудрого змея. «Как? Что это?» Он на сердце показывает. И мудрый змея ему отвечает. «Весна». Он влюбился. «Маугли» влюбился. «Весна». Он отвечает. Вот. То есть там в сердце все это начинается. Женя вот это. Душа хочет счастья. Там жение начинается. Вот. И поэтому об этом мудрый змея говорит. «Если человек действует или говорит со злой мыслью, страдание неотступно следует за ним, как колесо запятой вала, влекущего повозку». Вот вол идет куда-то, да? И думает, блин, сейчас убегу от колеса, да? А колесо за ним все время идет. Почему? Потому что оно к нему привязано. Но он об этом не знает. И он постоянно бежит от колеса. Но человек не знает, что когда он обижается на другого человека за его поступок, когда злой поступок недобрый, мы терпим на себя, обижаемся, начинаем плохо думать об этом человеке. В это время мы встаем на путь зла. Мы думаем, я ведь хороший человек, это он со мной плохо поступил. И веды, они сравнивают эту ситуацию с помощью такой притчи. Одна собака загавкала на другую. Та обиделась и начала гавкать на нее. А мимо проходит человек и смотрит, две собаки гавкают друг на друга. Как вы думаете, он сможет определить, какая из них права, а какая нет? Так и судьбе все равно. Кто поступил первый, а кто второй. Если ты обижаешься, значит, ты действуешь с позиции зла. Человек должен научиться прощать. Если он простил, значит, он уже добрый человек, а не злой. А кто его накажет за то, что он сделал? Не волнуйтесь, есть кому наказать. Это не наше дело. Наше дело прощать, а не наказать. А? Вообще зачем наказывать? Михай живе. Живе как-то. Живе.